Есть Россия, есть Китай, есть Америка, есть там страны Европы, есть страны Латинской Америки, есть Азиатский регион, есть Япония. Большая часть, соответственно, сделок в торговле международной осуществляется в долларах. Ты можешь торговать внутри России, если ты российский производитель, но при этом ты можешь торговать глобально. Приходишь на международный рынок и говоришь, вот у меня себестоимость там, не знаю, 3000 рублей. Курс доллара 30, да, себестоимость вот этой вот чего-то там 100 долларов. Покупайте. А это же самое, например, в Казахстане или в Китае, через внутренний курс, да, себестоимость производства составляет, например, 80 долларов. И, соответственно, приехал контейнеровоз, не знаю, на Кубу, привез, к примеру, какие-нибудь карты памяти. Одинаковая технология, одинаковый материал, все, все идентично. Китайские все разлетелись. Почему? Потому что они стоят 80. Фактически Китай против России в данном случае провел валютную войну, потому что через кросс-курс, через доллар он продал на международном рынке, и в этом случае получается, что для китайского потребителя все товары, которые продаются на международном рынке, будут дороже, чем для российского, но все товары, которые произведены на территории Китая, для международного рынка будут дешевле. И в итоге получится, что из-за того, что экономика Китая будет работать, будет развиваться, у него будет больше прибавочной стоимости, она будет развивать сотрудников, она будет создавать новые производства, потому что себестоимость это позволяет. И в конечном счете долгосрочно, да, Они выйдут на какой-то технологический скачок, и поэтому у них производительность экономики выше. А российские товары, они никому не нужны, потому что они дорогие, потому что курс слишком чрезмерно высокий. Получается, что валютная война, она в этом и заключается. То есть, с одной стороны, краткосрочно она невыгодна стране, которая воюет, потому что получается, что импорт становится дорогим. Но если взять тот же самый Китай, они говорят, да, ребят, нахрен нам ваши айфоны. Мы уже через 10 лет, продавая, кстати, ваши айфоны, потому что вы у нас их производите, потому что себестоимость у нас низкая, мы получили технологии частично, мы понимаем, как налажено сборочное производство под вашим чутким руководством. Но мы, соответственно, научились чуть лучше камеру делать, чуть больше аккумулятор. То есть, да, это по-прежнему не айфон, да, по потребительским качествам он, может быть, где-то и уступает, а где-то превосходит. И мы не будем его даже в Америку продавать. У нас внутренний потребитель, который у вас же на заводе Apple работает у нас, да, он у нас купит тот же самый Xiaomi. Потому что мы сами за 10-15 лет выросли так, увеличили производительность экономики, увеличили средний доход на душу населения. И вы хоть давите на нас, хоть не давите, мы не будем укреплять юань. Потому что если мы укрепим юань, в этом случае наши товары, которые производятся в Китае, если мы привезем его в Европу, и американцы привезут в Европу, да, наш товар станет дороже, просто элементарно вырастет, потому что у меня себестоимость выросла, я должен буду его дороже привезти. Вы еще давите на европейцев, чтобы они тоже пошли на наши товары подняли. И получается, что на европейских полках, да, тот же самый Xiaomi будет стоить как iPhone, пусть там предыдущего поколения. Валютная война. Валютная война это когда государство искусственно удерживает курс национальной валюты с привязкой к доллару на более низких значениях, чем это фактически есть. Попытки провести некие параллели, например, между Китаем и Россией, да. То есть вот Китай, несмотря на то, что ему Америка периодически говорит, слушай, отпусти свободное плавание юаня, отпусти свободное, пусть он укрепляется к доллару. Мы подумаем, да, и не отпускают. Россия тоже девальвирует постепенно национальную валюту, да. Причины почему отрезаны от международных финансов, от международных инвесторов для того, чтобы в нормальных экономических условиях это получить. Китайцы могут сказать, что если слабый китайский юань, то импорт, который идет в Китай, для потребителей китайских, он дорогой. Но то, что смогли сделать китайцы, у них сама экономика достаточно диверсифицированная в плане производства потребительских товаров. И внутри своей экономики они для своего населения могут создать товары, может быть, немного хуже по качеству, но они могут удовлетворить этот спрос. Им не нужен импорт товаров, потому что они сами являются мировой фабрикой, сами все производят. У нас, получается, когда идет девальвация, для нас импорт становится дорогим. Путешествия дорогие, машины дорогие. Любые вещи, даже которые производятся на территории России с импортных компонентов, они становятся дорогими. Нужно понимать, что это неприятно, это нехорошо. Но, с другой стороны, государство же от этого выигрывает. Девальвируя национальную валюту, оно таким образом для экспортно-ориентированных компаний увеличивает налагооблагаемую базу. Потому что, если ты продавал 100 тысяч баррелей в день нефти, ты продаешь 100 тысяч баррелей нефти. Но раньше у тебя был курс 70 рублей за доллар, сейчас у тебя курс 90. Получается, что рублей за тот же самый объем продаж ты получаешь больше. И с этого плачешь налоги. С одной стороны пополняется бюджет, с другой стороны увеличивается твоя прибыль. Люди как говорят, ну вот все плохо, ну это высокая инфляция, ну вот теперь мы не европейские машины вынуждены покупать, а китайские. И убеждаем себя в различного рода тест-драйвах, что все-таки китайский автомобиль это лучше, чем европейский автомобиль. Это можно делать, но в этом случае мы снижаем качество потребляемых товаров и услуг. По-хорошему нам лучше защититься. Если я, например, понимаю, что компания-экспортеры от этого выигрывают, становись акционером, становись инвестором. Просто кому-то кажется, чтобы стать инвестором, это прям вот очень трудно. Друзья, специально для вас с командой разработали гайд по тому, как сделать свои первые шаги в инвестировании. Получить этот гайд вы можете по ссылке в описании к данному ролику. Инфраструктура, которая позволяет неопытному инвестору сделать первые шаги в инвестициях в России, за последние 10 лет очень качественно изменилась. Я это знаю и понимаю, как человек, который с 2005 года работал в крупнейших инвестиционных компаниях российских. Это предельно доступная история, которую можно освоить в относительно короткий промежуток времени. Берите, забирайте, осваивайте, открывайте свои первые брокерские счета и совершайте первые шаги. Буду очень рад за вас, если вам поможет этот гайд. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok